Продолжение следует... На фоне руин спортивных сооружений в городах, разрушенных россиянами. И скажу честно, это очень сильно. Николай, расскажите, как и когда родилась такая идея снимать разрушенные спортивные арены? Сейчас информационный фронт – это второй, если не первый, что оккупанты давят, вбрасывают много фейков, и всему этому надо как-то противостоять. Вот выбрал такой формат, формат говорящей фотографии, формат фотографии, которой, в принципе, не нужна подпись. И, я думаю, у меня получилось. Меня поняли, услышали, увидели. Вы сейчас, как мы видим, тоже находитесь на арене. Что это за место? Это стадион. Я нахожусь в месте Камьянске. Хлопцы, которые играют в баскетбол. Звычайный школьный спортивный майданчик, сделанный как стадион, очень хороший. Я выбрал этот объект для общения дальнейшего. Поэтому чувствую тут себя как дома. Очень удобно. Как вы получаете разрешение на такие съемки в условиях войны? Все секреты, наверное, в прямой эфир тоже не стоит говорить. Но существует система, во-первых, аккредитации для военных фотографов, для фотографов, которые активно снимают. Плюс у меня есть удостоверение журналиста. И по каждой локации я, если это было необходимо, договаривался отдельно. Потому что практически везде охрана. Я не везде смог договориться, к сожалению. Не везде я встретил понимание. Но вот большинство локаций меня поняли, приняли. Николай, расскажите, а как вы выбираете свои локации? Как узнаете? Узнавал, конечно, из новостей, из фотографий друзей спортсменов, которые писали, подсказывали. Когда уже поняли и узнали у меня друзья, что я занимаюсь таким проектом, готовлю отбор локаций. И, опять же, я нашел первую площадку. Это была 134-я школа в Харькове. Ну, там и выпускной вальс танцевали. И еще в марте играл молодой человек на виолончели. То есть эта площадка уже стала символом. Поэтому вот я начал с площадки 134-й школы в Харькове. Ну, раз я еду в Харьков, то стоило поискать другие объекты в Харькове. Поэтому я нашел ряд объектов, 5-6 объектов в Харькове. После Харькова я запланировал Киев, Ирпень и Бучу. Вот до Бучи, честно говоря, вообще не добрался. А Киев и Ирпень более чем удачно съездил и получил все кадры, которые я хотел. Могли бы вы поделиться своими чувствами и эмоциями, когда видите разрушенные спортивные объекты? Что чувствуете? Ну, я, знаете, старался отключать эмоции, потому что, во-первых, я профессионал, я профессиональный спортивный фотограф. И я не могу болеть за одну из двух команд. Если я буду болеть во время матча за одну из команд, то я ничего не сфотографирую. Точно так же и здесь я все эмоции оставил дома и просто отработал. Отработал так, как запланировал. Конечно, вот из дома это все было очень печально смотреть. И я был готов к тому, что я увижу. Но меня поразило то, что дети, маленькие дети приходят, играют в баскетбол. Несмотря даже на то, что взрывы были вдалеке, когда мы... Когда я снимал Харьков, постоянно были прилеты. Это район Салтовки. Он под обстрелами находится. И я приехал из Харькова в Киев на Оболоне. Там была футбольная школа и разрушенный дом. И вот на следующий день еще и Киев обстреляли как раз по Оболоне. Поэтому мне повезло в кавычках. И я собрал в те дни все обстрелы, которые были по Украине. А как вы спортсменов отбираете для съемок? И как они реагируют на такое предложение? К счастью, большинство спортсменов, которые меня знают, они реагировали сразу же положительно и соглашались. Но, опять же, еще раз говорю, там примерно половина постановочных съемок, где я договаривался со спортсменами. А половина там, где я просто узнавал, что вроде бы там играют в футбол, в баскетбол. Приходил, действительно, видел бегающих детей на фоне разрушений. И снимал это все в режиме репортажа. Я не договаривался больше. Ну, то есть договаривался за то, что мне можно туда зайти. Я договаривался о допуске на этот объект. Чтобы меня пропустили, дали фотографировать. Ну, для этих же детей, как бы, это было на футболе, это была неожиданность. Мы также знаем, что ваш проект направлен на бойкот российских спортсменов. Можете объяснить нам и зрителям, почему этот бойкот важен? Вот с этими фотографиями я и показываю, почему. Дело в том, что спорт в Украине сейчас далеко не вне политики. Разрушенные стадионы из-за политической позиции и агрессии военной войны, которые производит Российская Федерация, не дает нашим спортсменам развиваться, бегать, заниматься спортом. Очень много погибло спортсменов, многие служат. Поэтому вот на этом фоне просто абсурдом выглядит, что страна, которая уничтожает спортсмена, убивает их, разрушает бояные объекты, на каком основании она должна получать допуск к соревнованиям? Мне это непонятно. Ну и наш уже традиционный вопрос. Что первым делом хотите сделать после победы? Есть мечта поехать на Олимпийские игры. Поэтому после победы я хочу поехать на Олимпийские игры. Спасибо вам, Николай, за то, что держите информационный фронт. Это очень важно. Ну и хочется вам пожелать, чтобы уфоповоды были все более и более приятны. Всего хорошего. Утро дома продолжается. Всем доброго утра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова